Белорусская транспортная неделя Уже здесь наблюдается ажиотаж Людей очень много И нам посчастливилось застать на стенде Skyway Основателя технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого Добрый день, Анатолий Эдуардович Добрый день, не лукавьте Вы не застали, вы знали, что я здесь И я на открытии выставки должен был присутствовать Я действительно не был уверен, что вы здесь будете Потому что в Берлине вас не было У вас есть более важные дела Которыми вы заняты в основном в экотехнопарке Что все-таки заставило вас почтить своим вниманием Белорусскую выставку, в отличие от немецкой Не надо таких громких слов Германия далеко И туда надо было ехать на неделю Вообще-то на выставке должны присутствовать Не руководители предприятия, а стендисты Они должны рассказывать, показывать об экспонатах И у нас сейчас серьезная работа идет Идет стройка и самый ответственный этап Это монтаж путевой структуры для двух трасс И поэтому, естественно, я занят, можно сказать, круглые сутки на этой работе Ну а в Минске мы находимся рядом Поэтому не заехать и не видеть наше детище Мое детище, но я не мог Тем более, что сегодня будут члены правительства Я хочу тоже им рассказать о проекте Расскажите, пожалуйста, что мы представляем на выставке? Ну, две машины, причем полноценные Это промышленные образцы, они некие макеты С ванерой, как наши недобрезаватели говорят Это машины, которые полностью укомплектованы И здесь есть ходовая часть, есть рама, есть салон Есть автоматизированная система управления Есть стыковочные узлы Есть даже, вот тут кусочек, покажем, путевой структуре В масштабе один к одному И можно посмотреть, какой будет путевая структура Она очень будет компактной Это городской юнибус Он 14-местный На самом деле, он 25-местный Если взять нормативы общественного транспорта Российского или Белорусского Где метро, например, 8 человек на квадратный метр Поэтому, если из этих норматив исходить Здесь 25 человек должно перевозиться А мы взяли нормативы Организации Бенных Наций Где 3 человека на квадратный метр Поэтому 14-местный То есть, как бы вы расфиксировать нашу технологию По самым жестким мерам требований Да, я всегда говорил, что Мы из каждого требования Ну, таких Педовых стран Как, допустим, США Россия Страны Европейского Союза Белоруссия Организации Объемных Наций Из каждого норматива берем Самый жесткий норматив Ну, допустим, по безопасности По электробезопасности По шуму По уместимости, да И из этих жестких самых нормативов Проектируем машину Поэтому она будет сертифицирована В любой стране Я охотно поверю в это Потому что в Берлине мы провели эксперимент Вместо 14 человек Вошло 17 И оставалось еще достаточно много места Да, да, да Вы это подтверждаете, так? Здесь будет пол в пол Ну, здесь поэтому сделаны ступеньки На самом деле, перрон будет На одном уровне И поэтому здесь может И инвалид-колясочник Спокойно въехать И здесь не будет перепада высот И для него тоже присмотрен здесь место Антоний Эдуардович Часто инвесторы спрашивают Обсуждают Чтобы снять все вопросы Расскажите, в чем инновационность пола В Юнибусе? Кроме того, что там травка Какие-то бабочки Стрекозой Да, ну, во-первых Он красивый пол, да? Безусловно И в этом тоже инновационность Потому что это земля Мы ходим по земле При этом мы не разрушаем Потому что там прозрачный слой И даже бабочки Мы их не топчем, так? Ну да, после недели Берлина Смотр как новый, да И инновационность не в этом На самом деле Пол это сэндвич-панель Высокопрочная То есть пол является Как бы плитой Высокопрочной Которую выдержит, в принципе, слона Кстати, был случай В Германии Когда построили В Вепертале Первому на рейсу дорогу Еще построили В конце 19-го века Там было две Аварийные ситуации Один раз забыли Гаечный ключ На пути А второй раз Решили перевезти Слоненка Из зоопарка куда-то И когда его везли На речку Он проломил пол И выпал в реку И остался жив Поэтому прочность пола Она существенная Для транспорта Второго уровня Поэтому это пол Высокопрочный А я слышал, что он даже С подогревом Да И это второе Вене третье Что является национным Значит, греть надо У нас же зима бывает И бывает холодно Поэтому здесь должен быть Климат-контроль И обогрев И поэтому лучше всего Греть пол И поэтому здесь В верхнем слое Там электрообогрев А внизу Тебе поизоляция Чтобы не греть улицу Вот все это в комплексе Является как бы Инновационным Спасибо большое Что вы расскажете О других образцах Мы точно видим Здесь юнибайк Да Точно мы видим юнибайк Это прогулочная машина Где можно и фитнесом заниматься Вот мы видим Что один из наших инвесторов Крутит велогенератор Правда он не сковяло Это делает В данный момент Он инвестирует Свою физическую силу В наш проект Не, ну надо Если бы он был Как бы более интенсивно Крутил То вот на этой бы Энергии Можно было развивать Скорость 60 км в час Но скорость Вообще расчетная Юнибайка 150 км в час И остальную энергию Дают аккумуляторы Поэтому фактически Тот кто крутит Педаль Он заряжает аккумуляторы А аккумуляторы Уже потом Запитывают привод А привод Работа привода Регулировать С автоматизированной Системой управления Поэтому Юнибайки Едут все По трассе С расчетной Скоростью Несмотря на то Крутит кто-то Педаль Или не крутит Иначе не будет Логистики Будет небезопасно Спасибо большое Скажите пожалуйста А какие вообще Варианты исполнения Юнибайков есть Я слышал что Бывают трехместные С различными вариантами Педальных узлов Количеством точнее Мы здесь представляем Явно двухместные С одним педальным узлом Да Может два Может без них быть Может быть одноместный Может быть и четырехместный Там целая линейка Но Я хотел бы Обратить внимание На другой факт На экономичность Эффективность Вот если перевести Электрическую энергию В топливо То Юнибай При скорости Столько трехчат Будет потреблять 06-07 литра На 100 километров пути Вот что самое главное В этой машине То есть это Ну даже мопеды Он более Многозатратный И даже без работы Ногами Даже без педаль Нет Это не важно Это количество энергии Которое нужно Для движения Со скоростью Столько трехчат 100 километров пути Он проедет На аквиваленте 07 литра топлива А эта машина Это ну аналог автобуса Да 2,7 литра На 100 километров пути При скорости 100 километров в час Это самый экономичный Транспорт в мире Самый Аналог автобуса По вместимости Но не по Не по параметрам Безусловно Поэтому таких машин Нигде в мире нет Мы переживаем весь мир И если Допустим сравнить Это что же электромобиль Говорят Это не электромобиль А что же это Это полноценный электромобиль Сравните с Теслой С известным автомобилем Илона Маска Эффективность его В 10 раз Примерно выше По энергозатратам На движение В 10 раз Это порядок Спасибо большое За интервью Анатолий Эдуардович Уже собираются люди Вас ждут Подписывайтесь на наш канал YouTube Следите за обновлениями Новостей На официальном сайте Межородной группы Компании Skyway По адресу rsv.defisystems.com Поддерживайте Наш проект И тогда Вы всегда будете В самой гуще Инноваций Не зря же нас сюда Пригласили Строй Skyway Спасай планету Здравствуйте С вами Михаил Кириченко Вы смотрите новости Skyway В которых мы рассказываем Вам о разработках И внедрении Прорывных транспортных технологий В последнее время Мы в основном Информировали вас О премьере технологий Skyway На выставке в Берлине Инотранс-2016 Где на суд мировой общественности Были представлены Образцы подвижного состава Skyway Действующая модель Путевой структуры Но что же делается С основной С настоящей путевой структурой Ответы на этот И на многие другие вопросы Мы сегодня постараемся Получить с помощью Главного технолога Закрытого акционерного общества Струнной технологии Виктора Рудковского Здравствуйте Здравствуйте Вот рояль в кустах Очень кстати оказался Расскажите Что это такое И где мы с вами Сегодня находимся Находимся мы На предприятии ОАО Строитель прогресс Наш основной подрядчик По всему этому действию По всей металлоконструкции Как для высокоскоростного транспорта Так и для легкой Транспортной структуры Ранее мы уже были здесь Видели Секции Части и секции Сборной конструкции В общем Которые мы принимали И Совместно С представителями Тоже нашей организации Это уже какой-то очередной промежуточный этап Как я понимаю Скажем так Промежуточный этап Основных сборочно-сварочных работ Даже скажем так Финишный этап То есть то что мы видим Это по сути По сути Вот то к чему мы стремились Все это время Там на офисе У нас На проспекте Дзержинска То есть проектируя эти вещи Это вот в общем-то Результат в железе В металле В данном этапе Происходит сейчас Доработка Некоторых элементов Нюансов То есть Почему мы сюда и приехали Собственно Значит Составление контрольной карты замеров Которую делали и ранее В общем-то Здесь она более объемная Более обширная Дальше После этого этапа Значит Театр металлоконструкции Идет на заливку Раскостных вот элементов Раскостной решетки Спецбетоном Тоже испытание Которое мы проводили Ну и после чего Нанесение финичного покрытия Защитного И отгрузка На монтажную площадку Ну вот последовательность Как бы работа такая Спасибо большое Ну как мы понимаем Это не первая Не последняя Секция Я вижу Что здесь Еще на территории Предприятия В производственных Площадях Находится очень много Других элементов Для следующих Секций Расскажите пожалуйста А что это такое Да Ну вот мы видели Секцию Вот название Секцию в сборе Вот Это один из элементов Скажем так Раскостная решетка Ветровые раскосы наши В общем то С вставленными туда Это она внизу Так да Вот она в данном случае Внизу Но положение Значит скажем так Рабочее положение Это металлоконструкции Переверное То есть грубо говоря Получается Вот это Сейчас она находится Она в перевернанном положении Да Вот это вверх То есть Вот это вот Пояса Они же рельсы Для высокоскоростного транспорта Вот это вот Для городского То есть Ну Со стапеля было удобнее В общем то поставить Достать сейчас так На данном этапе Я думаю Собственного говоря Да Ну и Если мы пройдем Немножко вперед Увидим Где В общем то Мы собираем Все это Основной сборочно Сварочный стапель Скажем так То есть Отсюда оно поступает На стапель Потом уже На финишную отделку Как я понимаю Туда Потом еще Где-то там Заливается бетон Покраска Здесь мы Здесь мы В общем то делаем замеры Смотрим геометрию Делаем доработку Вставку технологических Роскосов Перемычек Если это необходимо Ну какую-то доводку Финишную По части металла По части точности конструкции Сопоставив Сертежами Имеющимися здесь Вот Дальше Эта металлоконструкция Поступает на определенный участок Где идет подготовка К бетонированию Роскосов Основных наших Да Ну и Собственно Цех Дроби струйки Окраски Всего остального Это сборочно-сваричный стапель Основной Здесь собирается Такая же секция Которую мы видели Не секция А уже Объемная Объемная ферма 12,5 метров Часть Готовая часть Элемента нашей структуры В общем то Ну Вот как-то так Все ясно Ну а здесь Как я понимаю Боковые части Путевой структуры Боковые Соответственно А вот это Как бы Верх Грубо говоря То есть Ну в технологии сборки Собираем сразу Левую и правую части Соответственно Смотрим Какая геометрия Получается Дальше Выкладывается Левая часть Часть правая И вставляется Роскосная решетка Уже в общем Металлоконструкцию Соответственно В структуре Общей оснастки Нашей всей Вы Можете это рассказывать? Вас уполномочили? Не слишком ли Много секретов Мы раскрыли? Ну Скажем так Секреты Они внутри конструкции Как конструкция работает В общем-то Мы говорим с вами О том Что мы проектировали И что мы получили в итоге Спасибо большое Виктор За Ну даже Более исчерпывающие ответы Чем я предполагал Мы с вами в Экотехнопарке Как вы наверное Уже догадались И пока мы ожидаем Прораба Подрядной организации Я хочу вам рассказать О том Неприметном Казалось бы Здании Временном Точнее Сооружении Которое Находится За моей спиной Несмотря на то Что нам Нельзя снимать Что происходит Там внутри Я хочу Чтобы вы все знали Там Творится История ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы вас уже познакомили С тем Как обстоят дела С изготовлением Путевой структуры Для Высокоскоростной линии В силу конструктивных Особенностей Там большая часть работы Проводится под крышей В производственных Промышленных условиях А что касается Легкой линии Для юнибайков То здесь большая часть работы Проходит в Экотехнопарке Где мы сейчас с вами И находимся Мы побеседуем С прорабом Организации Которая Занимается как раз таки Сборкой И последующим монтажом Если я не ошибаюсь Легкой И впоследствии Грузовой Транспортных систем Добрый день Добрый день Представьтесь пожалуйста Меня зовут Демидович Кирилл Производитель работы ООО Промтехмонтаж Скажите На какой фазе Находится Монтаж Легкой путевой Структуры Скайвэй На данном этапе Мы производим Укрупнительную сборку Подвесного пути Соответственно Сварочные работы И растяжка Самого непосредственно Подвесного пути На данный момент У нас идет сварка Производится В этой палатке В этой палатке Да Непосредственно Здесь идет И подготовительный Весь процесс Сварочный процесс И зачистка Самого подвесного пути А потом Это каким-то образом Вытягивается И все новые Новые Рельсы Можно так сказать Поступают сюда И Она Растет вдаль Вдаль Да Я смотрю Уже достаточно много Сделано По-моему больше половины Больше половины Почти уже выполнено В соответствии Когда будет выполнен Непосредственно Весь подвесной путь Дальше будет Производиться Затяжка Троссового пути И его Моноличивание Спасибо большое Но насколько я в курсе Уже и на третьей линии То есть на грузовой Начинаются работы То есть Все три Транспортные системы Монтируются Практически одновременно На какой стадии Грузовая Находится сейчас Трасса На данный момент На прошлой неделе Поступили металлоконструкции Погрузочной линии Соответственно На сегодняшний день Грузовой линии Грузовой линии Извиняюсь На данный момент У нас производятся Все измерительные работы Выверочные И На следующей неделе Мы приступим Непосредственно К монтажу Станции натяжения Спасибо большое Подписывайтесь на наш канал YouTube Следите за обновлениями Новостей На официальном сайте Международной группы Компаний Skyway По адресу Поддерживайте наш проект И у вас все в жизни Будет путем Строй Skyway Спасай планету Приветствую вас Дорогие друзья Пишите пожалуйста Как меня видно Как слышно Меня зовут Суходов Алексей И сегодня Мы по традиции С Сергеем Анатольевичем Сибиряковым Проведем для вас Вебинар Вначале это будет Вводный вебинар Затем Уже более расширенный Где мы осветим Те новости Те события Которые произошли За прошлую неделю Ну и собственно То что нас ожидает В ближайшее время Это конечно же Смена дискаунта То есть это то что Мы ждали Фактически Более двух с половиной месяцев И это время Сейчас соответственно Настает И так как Первая часть у нас В первую очередь Для тех людей Кто в первый раз Присутствует То давайте максимально Проголосуем Ответим Кто у нас Не слышал ранее Проект Skyway На подобных вебинарах То есть Тем я рекомендую Нажать циферку Один Для того чтобы Я понимал Насколько Глубоко Нужно погружаться В азбуку Skyway И Азбуку Skyway Все мы Ранее Ранее Начинали изучать И те кто Присоединялся В проект В 2014 Году Все мы начинали С Азов И Skyway Невозможно Выучить до конца То есть Это та наука Которая Опережает Действительно Время И Многие Проекты Уже Есть Которые Рассчитаны К созданию В 2020 Году Также Собственно Вот Ближайшее Время Это 2018 Год Это 2019 2020 И все Это будут Новые Поколения Новые поколения Технологии Которые Все Можно Объединить Под Термин Струнная Технология Анатолия Эдуардовича Юницкого То есть Именно Об этом Мы сегодня С вами Пообщаемся Те кто Присутствует В особенности В первый раз Внимательно Пожалуйста Впитывайте Информацию Потому что Это действительно Возможность Которая бывает Раз в сто лет Сейчас это Уже максимально Очевидно Понятно Доступно Наглядно Видно Невооруженно Взглядом Не нужно В телескоп Исследований Макроанализа Каких-либо Сравнений С капитализацией Ведущей корпорации Смотреть Потому что Уже все видно Невооруженным взглядом Те результаты Которые мы достигли Они говорят Сами за себя Но для начала Давайте Вспомним Что такое Интернет И что такое Тот Технологический уклад В котором мы Сегодня живем То есть Это эпоха Хай-тек технологий Это то Что нас окружает Мир Интернет Вещей А что такое Интернет Вещей То есть Этот термин Специальный Был выделен И вначале Он мне казался Странным Но сейчас Я не могу Представить Себе жизнь Без Вайфай Соединения Без Блютуз Соединения И даже Сейчас есть Возможность Удаленно Включать Работать Пылесос Запускаться Кофеварку Когда вы Находитесь Вообще В другой Стране То есть Интернет Фактически Для нас Абсолютно Нейтрализовал Какие-либо Границы Перемещения В информационном Пространстве В IT Пространстве И сделал Возможным Выполнение Любых действий В виртуальных Среди Перемещения Любых Объемов Информации Из точки А В точку Б И данные Проходят Действительно В свой путь Очень и очень Быстро Чего не скажешь О современной Транспортной Составляющей И На самом деле Сейчас Мир Весь Затаился В ожидании Того Что же Будет После Интернет Какая сеть А мы Позиционируем Что это будет Мировая Транспортная Энергетическая Коммуникационная Информационная Социальная И даже Финансовая Сеть Транснет Которая В первую очередь Будет основана На струнных Технологиях Анатолия Эдуардовича Юницкого Как Интернет Все хай-тек Технологии Микропроцессорная Электроника Закон Мура И многое Другое Что Раньше Было Нам неизвестно Все это Основано На кремниевых Технологиях И вы все Прекрасно Помните Название Стартаповской Такой Выско-технологичной Долины Как Кремниевая Долина И Можно Спозиционировать Наш Экотехнопарк Как Зарождение Новой Долины И Это уже Будет Либо Небесная Долина Либо Струнная Долина Но Соответственно Из названия Вы можете Понять Что Основополагающими Технологиями Станут Другие Технологии И они Не то Что Заменят Они Дополняют То Что Необходимо Сегодня Рынку Необходимо Сегодня Потребителю Создав Максимально Плотный Рынок Соответственно Будет Формироваться Максимальная Капитализация И сегодня Каждый Из вас Может Принять Участие В распределении Этого Будущего Мирового Рынка В десятки Триллионов Долларов Оценивается Только Мир Интернет Вещей Если говорить Вообще Про Концепцию То Что Будет Формироваться С помощью Струнной Технологии Это И сами Дороги То есть Это Километры Дорог Вначале Потом Десятки Километров Потом Сотни Тысяча Сто Тысяч И я Задавал Такой Интересный Вопрос Мне Было Интересно У Рода Хука Нашего Активного Партнера Инфраструктурного Строителя Бизнеса Skyway На сегодняшний День А в прошлом В недавнем Это Бывший Министр Транспортного Департамента Южной Австралии Развитие Инфраструктуры И я Задал Вопрос Рода Как вы Считаете Первый Миллион Километров Дорог При Отсутствии Противодействия Проекту При Каких Либо Отсутствии Сильных Мешательств Конкурентов Как вы Думаете Через Сколько Будет Построен Первый Миллион Километров Дорог Струнных Он Сказал Такую Цифру Как 10 12 лет За Сколько Будет Построен Первый Миллион Километров Дорог Это Естественно Мы Увидим Что касается Именно Струнных Дорог Но Я могу Сказать Что Это Будет Построено Намного Быстрее Чем Был Построен В мире Первый Миллион Автомобильных Дорог Первый Миллион Километров Оптоволокна Допустим Был Проложен И Монтаж Строительства Действительно Еще более Простое Еще более Эффективное Еще более Скоростное И не только Видество И Этого Ожидают На сегодняшний день Крупные Корпорации Транспортно-логистические Корпорации Кто Занимается Горнодобывающей Промышностью То есть Все сырье Нужно Каким-то Образом Возить И Не со скоростями Далеко 20-22 Км в час Как Бывает В случае Применения Железнодорожного Транспорта То есть Это Статистика Статистику Которую Сегодня Не Вырубить Топором Так скажем Как Слово Не вырубить Топором Так и Статистику Единственное С ней Можно Бороться Реальными Показателями Реальной Инновационной Технологии Чем И является Технология Skyway Это Действительно Недостающее Звено Не только В будущем Мировой Логистике Но и В повседневной Жизни Каждого Живущего Сегодня На планете Земля И Раньше Я думал Что Более Где-то 50-60% Будут пользоваться Технологией Skyway Сейчас Я уверен 99% Будут Использовать Так или иначе Струнные Технологии И вся Концепция Началась Далеко Не 5 лет назад Не 10 лет назад Фактически Уже осталось Совсем Недолго Когда Можно будет Назвать Что Путь Струнных Дорог Антолий Эдуардович Идет уже 40 лет И он не просто Идет Он ведет За собой Команду Которая Сквозь года Становится Все сильнее Все сплоченнее И сейчас Эта команда Вообще Из Более чем 500 тысяч Людей По всему миру Которые верят В идею Skyway И Если бы так верили Допустим В конце 70-х годов Когда Началось Развитие Вообще Струнной технологии Началось он далеко Не со струнного транспорта Анатолий Эдуардович Решил такими Крупными Сразу Мазками Рисовать Картину Будущего мира И Формировать Концепцию Каким образом Можно вообще Вывести промышленность В открытый космос Как Можно Снизить Тот Потенциал Который На сегодняшний день Планета наша Испытывает В плане Экологического Загрязнения И Вот недавно Ураган Мэтью Пронесся И унес Очень много Человеческих Жизней Вначале Это была Мексика Куба И так далее Потом Уже на Флориду Переместился И Хилари Клинтон Президент Возможно Будущей Будущей Страны Под названием США Сказала Такую вещь Которая Примечательна На самом деле Это все Из-за изменения Климата И будет Еще хуже Давайте Предпринимать Какие-то меры И применять Те технологии Которые Соответственно Будут Минимизировать Изменения Климата Потому что Иначе Флорида Будет Просто Скрыта Под водой В ближайшее Время И В дальнейшем Всю Америку Может ожидать Такая неприятная Участь Именно Из-за изменения Климата Что касается Технологии Skyway Я говорю Про Наших Так скажем Про Родителей Именно Струнного Транспорта Это Концепция Общепланетного Транспортного Средства Очень сложное Инженерное Техническое Сооружение По всей Длине Экватора Будет Простираться Данная Конструкция Теоретически И далее За счет Действия Магнитного Поля За счет Раскрутки Маховика Лейного Электродвигателя Который Вы видите Справа Верху Соответственно Будет Создаваться Центробежная Сила Которая Будет Выталкивать Всю эту Конструкцию Наверх И одновременно Конструкция Будет Расширяться Не так сильно Расширяться Менее чем На полтора Процента И на высоте 300 км За счет Уравновешивания Центра масс Земли Я извиняюсь Как бы тут Техническими Только словами Можно говорить Можно говорить Конечно Про эффект Барона Минхаузена Это абсолютно верно Потому что Действительно Уравновешивание Центра масс Земли Равноценно Тому Что Барон Минхаузен Вытаскивал себя Из болота Тянув Сам тебя За голову И Вот если Примитивно Так вот выражаться В этом и заключается Научно было описано В монографии Публикации В серьезных Расчетах Струнные системы На Земле И в космосе Которую Анатолий Эдуардович Представил Многие-многие Года Назад В 1988 году Была конференция По неракетной Индустриализации Космоса Но потом Вот я говорил Что если Вдруг Наша технология Не будет Встречать Сильного Конкурентного Противодействия Тогда Не было Более полумиллиона Сподвижников Тогда не было Какой-то Движней силы В том числе В плане Финансирования И соответственно Эту идею Пришлось Не то что Отставить Но оптимизировать И прийти уже К концепции Струнного транспорта То есть Рельсового транспорта Перемещающегося По Стальному Рельсу Это легкая Ажурная Путевая Структура Конструкция Вот невесомая Казалось бы Вы увидите Зил уходящий в небо Вот на слайде Это фактически Как ниточка Можно и не заметить Даже если человек С плохим зрением Увидит только Зил И Есть решение Чтобы Еще Менее Видимо Делать Эту всю Конструкцию Путевую Структуру И почему Вот этот слайд Представлен Потому что Именно в 2000-х годах Именно При знакомстве С лебедем Александр Иванович Сергеем Анатольевичем Собиряковым Настала Такая вот Переломная Фаза Развития Проекта Skyway Это соответственно То что Начался Строиться Технопарк Наш первый Технопарк В городе Озер Московской Области И почему Он начал Строиться Потому что Сергей Анатольевич Сумел Донести Концепцию Каким образом Не вывести Промышленность В открытый Космос То есть Об этом Разговора Не было Но Каким образом Вывести Россию В экономические Лидеры По мировому Развитию Менее чем За 5 лет Вы представляете Я думаю Какой личности Был лебедь Александр Иванович И соответственно Действительно Через несколько Недель Был выделен Первый Транш Была также Проведена В 2009 Году И Вдумайтесь Как бы С 2001 По 2009 Год Данный Технопарк Стоял И проводил Различные Испытания Лабораторные Исследования И в 2009 Была Проведена Даже Презентация Дмитрия Анатольевича Медведева Одним из Губернаторов Господин Морозов На Госсовете По инновациям Далее Даже Планировалось Выделение В районе 1 миллиарда Рублей На применение Технологии Скайвэя И ее Развитие Но потом Как По Дуновению Такой Вот Череды Какой-то Напасти На Технопарк В городе Озеры Он был Вообще Уничтожен И Стерт В буквальном Смысле С лица земли То есть Данная Конструкция Была Распилена Разрушена Не увезена В буквально Неизвестном Направлении Нашли только Вот Зил И Остались Обломки Можно это все Посмотреть При большом Желании Но кстати Вот за всю историю Более Двух с половиной лет Фактически уже скоро Три года Участия в проекте Очень мало людей Приезжало туда Чтобы Убедиться Что да Действительно Полигон в озерах Существовал Это не фотомонтаж И так далее Но что касается Фотомонтажа Наши недобросовестные Конкуренты Занимались Фотомонтажом И вот Анатолий Эдуардович Юницкий Стоял под путевой Структурой В доказательстве Доказательство Тому Что действительно Он не сомневается В своей технологии Ничего не рухнет И Если сомневаться То это был бы риск Значительный И Также Анатолий Эдуардович Стоял Со своим Бывшим коллегой Инженером Расчетчиком Дуботовка И как раз Недобросовестные Наши конкуренты Потом Помудрились Стереть Причем Не так профессионально Потому что Экспертиза Все показала Что действительно Фотошопом Фактически был Стерт Анатолий Эдуардович С фотографией Поэтому даже По поводу суд Был Который Зао Струнные технологии Выиграли И это Была доказательная База Также Что действительно Струнная технология Принадлежит Только Анатолию Эдуардовичу Ницкого Он Основоположник И Соответственно Может решать В каком направлении Двигаться В 2013 году Я могу сказать Еще один Переломный момент Настал Очень приятный И Очень Знаковый Для меня В первую очередь Так как Я Всегда мечтал Развивать Через Сетевое Построение Бизнеса Подобную корпорацию Помогать Развитию Подобной Корпорации И в начале Я помню Эти бессонные ночи Да и сейчас Бессонные ночи Перед сменой дисконта Особенно Потому что Желают партнеры Получать консультации Техподдержка У нас Работает Очень серьезно И Почему Вот эти все Делы работают Потому что Началась Эпоха Краудинвестинга В развитии Компании Skyway И проекта Skyway Струнных Небесных Дорог Это был Крайний шаг Уже Дорогие друзья После него Стоило бы Остановить Этот проект Потому что Это был Финальный Шанс И финальная Попытка Запустить Этот проект И С 2013 По 2016 Год Ну Фактически Не в самом Начале 2013 Запустился Проект Где-то В середине И Такое Бурное Началось Прямо В 2014 Году Именно Сети И Повышение Интереса Потенциальных Инвесторов Людей Которые Поверили В идею И Действительно Это правильно Был выбран Путь Сегодня Огромное Количество Людей По всему Миру Более Чем 92 Странах Кто Инвестирует Кто Просто Наблюдает Кто Просто Помогает Распространяя Эту Благую Весть Благую Идею Что Скоро Появится На земле Струнный Транспорт Транспорт Второго Уровня Который Снизит Экологическую Нагрузку На землю Который Сможет Перемещаться В 2-3 Раза Дешевле В 3-4 Раза Быстрее Со Значительной Экономией Топлива И так Далее Тому Подобное Каждый Помогает Как Может Кто Голосует Рублем За Состоятельность Технологии Долларом Евро Биткоином Даже Не побоимся Этого Слова И Мы Все Разбиваем На сегодняшний День 4 направления Это Легкий Прогулочный Транспорт Это Городской Пассажирский Транспорт Это Грузовой Транспорт Естественно Высокоскоростной И даже Пятое направление В уме Мы держим Это Гиперскорости Если выскоскоростной Это 500-600 Км Час То Гиперскоростной Это Уже Более 1100 Км Час Это Действительно Очень Серьезные Показатели Но Нужно Отработать Доказательную Базу Научную Нужно Отработать Саму Технологию И Сейчас Мы По этапам Приближаемся Постепенно К тому Что мы Закладываем На 18 Год То есть Это испытание Выскоскоростного Транспорта В ноябре Будут Продемонстрировано В движении Соответственно Перемещение Подвижного Состава Легкого Прогулочного И городского Пассажирского По одной Той же Путевой Структуре Которая Если говорить Про опоры Имеет Составляющую Ну Не более Массивную Чем обычные Фонарные Столбы То есть Там Такие Г-образные Опоры Сейчас Чуть Попозже Я Обязательно Вам Мы можем Сказать То что Мы говорили То что Мы декларировали Это действительно Происходит В реальности И я могу Говорить Очень долго Скайвей Я могу Говорить На технические Моменты На маркетинговые Моменты Немножко По адресным Проектам Немножко Почему Потому что Лишь малая Часть Известна Тех адресных Проектов Которые Действительно Сейчас Закладываются Именно Те адресные Проекты С которыми Непосредственно Я Сергей Анатольевич Сталкивались Другие Наши Активисты Которые По России По миру Развиваются Но все В оконцове Передается Естественно В головную Компанию Потому что Именно ЗАО Струнной Технологии Является Генподрядчиком Генеральным Проектировщиком И так далее И тому подобное То есть В чем плюс Сегодня Вообще Вот Быть Совладельцем Хотя бы На частичку Головной Компании Потому что ЗАО Струнные Технологии И Компания Международная Компания Skyway Будет входить В качестве Участника В различные Адресные Проекты На Различные Процент И Во всех Проектах В которых Будет принимать Участие Skyway Именно Головная Компания От всех Этих Проектов Будет Ити Прибыль А таких Проектов Мы можем Сказать Что Будут Десятки До Двадцати Тридцати Где-то Крупных Проектов Действительно Крупных И Далее Уже Сотни Тысяч И Может Даже Десятки Тысяч Если Говорить Про Потом Это Будет Распространяться Вообще На Все Города И Будет Создавать Вообще Новейшие Города Есть Концепция Линейных Городов Вон Толь Эдуард Но Все Это Замечательно Не Имело Бо Никакого Смысла Честно Признаюсь Если Мы Не Имели Сегодня Те Результаты Которые Имеем Действительности То Есть В Первую Очередь Максимальная Доказательная База Это Строительство Это Создание Реальных Машин И Создание Реальных Образцов Путевой Структуры Реального Строительства На Сегодняшний Момент Это Три Направления Это Городской Пассажир С Высокоскоростной Это Городской Пассажир С Совмещенный С Легкой И Соответственно Это Грузовое Направление Я Не Мог Предположить Честно Говорю В Начале Развития Проекта Что Мы Сможем Достичь Тех Результатов Но Это Еще раз Доказывает Что Действительно Стратегия Была Выбрана Верно Это Народное Финансирование Я Хотел бы Остановиться Буквально Вкратце На тех Датах Которых Началось Развитие Строительства Это 29 июня Заключение Договора Аренда В городе Марина Горка Республики Беларусь И Уже Фактически В Сентября Началось Бурное Строительство Рытье Первых Котлованов Строительство Длится Уже Чуть Чуть Побольше Года И Мы Показываем То Что Шло По планам То есть Чуть Попозже Я вам Сброшу Ссылку Обязательно На Планы У нас Всего 15 Этапов Сейчас Мы Переходим На Восьмой Этап То есть По идее Осталось Чуть Больше Чуть Меньше Половины Но Эта Половина Будет Пройдена Намного Быстрее Я Помню Тот Ликование И тот Восторг Когда Мы Демонстрируем Модели 1 к 10 В сентябре На Выставке На Транс Мы Представили Всему Миру Международная Транспортная Выставка Проходящая В Берлине Наши Подвижные Составы Машины Легкий Прогулочный Типа Юнибайк Типа Пассажирский Типа Юнибса И Это Действительно Как бы Небо И земля То есть Можно ли Было Предположить Что Это Действительно Будет Все Что Юнибайк Будет Построен С нуля До Завершения Буквально За 4 Месяца И Были Поражены Те Посетители Наших Стендов Которые Посещали Начиная От Обычных Посетителей Выставки Заканчивая Министрами Вице-президентами Таких Компаний Как Симонс И Это Действительно Оценка Это Оценка Мировой Научной Транспортной Инфраструктурной Общественности Что Никто Ни в коем случае Не ударил В грязь Лицом И мы Выступили Очень достойно Настолько достойно Что Даже попали В число Самых популярных Стендов На выставке Потому что Действительно У нас Всегда было Очень много Народу Это были Не только Наши активисты Это были Те люди Которые В первый раз Узнавали На технологии И которые Искали Серьезные Инфраструктурные Решения Для своих Стран Для своих Компаний Для своих Государств То есть Было Два Бизнес дня Которые Я могу Сказать Отработали Мы Просто С лихвой 23 апреля Вы видите Уже Фактически Наполовину Построен Транспортно-логистический Узел Совмещенный С концевой Анкерной Опорой Это Наше Первое Строение И Далее Уже Я хотел бы Отметить Что в Мае Началось Параллельное Строительство Легкой Прогулочной Трассы То есть Фактически Это Уже Можно сказать Два направления В мае Строилось Одновременно Действительно Одновременно То есть Это как раз Таки Те Г-образные Опоры Про которые Я говорил Вот Они Представлены На слайде И вы видите Что Это действительно Не более Массивное Сооружение Чем Фонарные Столбы Но Не намного Сложнее Может быть Даже Проще В плане Отлаживания Монтажа И Ускорения Монтажа Мы Может Даже Достигнем Скоростей Еще Более Высоких Чем Допустим Монтаж Линии Электропередач То есть Когда фонарный Столб Монтируется И Соответственно Линии Электропередач Подвешиваются У нас Преднапряженная Конструкция У нас Силовые Кабели Находятся Внутри Путевой Структуры У нас Оптоволоконные Кабели И Различные Частотные Радиосигналы Находятся Также В подвижных Составах То есть Фактически Вся Составляющая Которая Обычно Подвергается Обледенению Каким-то Снежным Заносом Что касается Пустыни Это Песчаные Бури Нас Это Будет Обходить Стороной Потому Что Это Внутри Очень Серьезной Массивной Амоноличной И Преднапряженной Конструкции Задумывались Левые Почему Допустим Пальмы Как стояли Так и Остаются На своем Месте После Цунами После Сильных Ураганов Потому Что Это Тоже Преднапряженная Конструкция Да И Что Говорить Наши Кости Даже Это Сооружение Так скажем И Не менее Сложное Так скажем Это Транспортные Андроиды Которые Анатолий Эдуардович Юницкий Создал Это Фактически Новое Веяние И Далеко Не Электромобиль Но Рейсовый Транспортный Андроид Второго Уровня И Это Сейчас Действительно Уже В реальности Что Примечательно Дорогие Друзья В 15 Июля Вот Тоже Дату Я Рекомендую Запомнить Либо Хотя Как Минимум Июль То есть 29 Ладно Без цифр Июнь 2015 Начало Вообще Договор Аренды 1 Сентября Округляем Это Начало Строительства Экотехнопарка Май Это Параллельное Начало Строительства Легкой Прогулочной Трассы И Июль Это Уже Грузовая Трасса Также Запараллельное Строительство Целых Трех Направлений И Далее Я хотел бы Остановиться То С чем Мы готовились На выставку И на Транс То есть Это Реальные Машины Не то Промышленные Образцы Прототипы Которые Нужно Будет Еще Дорабатывать Перед Тем Как Подвесить На струнную Путевую Структуру Фактически Их Уже Можно Весить Естественно Будет Доработка Самого Экстерьера Я имею Ввиду Даже Экстерьер Более Электронный Всю Начинку Она Будет Еще Более Становиться Совершенной И Будет Становиться Все Более Сложной Но Тем Не Менее Облегчающей Жизнь Современному Пользователю Это Будет Ваше Личное Мобильное Персональное Пространство Мы Ввели Такой Термин Именно Как Практикующий Футурологи Сергей Анатольевич Как МПС Mobile Personal Space Такая Аббревиатура И Это Неспроста Было Так Названо Потому Что Примерно В этом Тренде Названы Другие Концепции Которые Сейчас Уже Отживает Своё Естественно МПС Концепция Все Это Не то Что Заменит Но Дополнит А далее Уже Это Воля И Решение Естественного Технологического Отбора Как я Называю То есть Естественный Отбор Произошел В животном Мире И Человек Естественно Выиграл Эту Гонку Какая Технология Выиграет Гонку В естественном Технологическом Отборе То есть Либо Электромобиль Первого Уровня Либо Все Таки Струнный Транспорт То есть Транспорт Второго Уровня Либо Вообще Будут Применять Допустим Летающие Машины В чем Я вообще Очень Сомневаюсь Это Все Рассудит Время Но Мы Движемся В строго Научной Технической Школе Анатолия Эдуардовича Юницкого И Я могу Сказать Что И это Подтвердил Министерство Транспорта Российской Федерации В виде Представления Экспертным Советам Что В начале То есть Декабре В феврале 2016 Года Соответственно Нас признали Инновационной Технологии Перспективной К применению Технологии И Уже В ноябре Инновационной То есть Это Действительно Тоже Такая Серьезная Оценка И вот Вы Видите Те Анкерные Опоры Легкой Прогулочной Трассы Которые Смонтированы Были Менее Чем За 4 Часа И Эта Скорость Строительства Еще Больше Увеличится Потому что Наши Юнибайки Наши Юнибусы Будут Решать Серьезные Инфраструктурные Задачи Проблемы И И Делать Дополнительную Капитализацию Современному Допустим Электрическому Транспорту Чего не скажешь О Гор Электротранспорте Который Находится В предбанкротном Состоянии В общем Формировать Действительно Новый Рынок Который На сегодняшний день Вообще Не сформирован И Он Абсолютно Не занят Вы видите На слайде Уже готовую Модель Юнибайка Это модель Один к одному Чуть-чуть На нем Мы остановимся Обязательно На второй части Вебинара Вы видите Экстерьер Это действительно Уровень Спорткара Уровень Даже выше Чем Мерседес Чем БМВ Это не наши слова Это слова Самих немцев Которые Присаживались Крутили Педали С удовольствием На этой великолепной Машине Там есть Монитор Сенсорный Дисплей И действительно По последнему Слову Электроники Пока что Там не применен Искусственный Интеллект Но Обязательно Это все Появится И Нибус Который Способен Перевозить В обычном Исполнении 14 человек И Были проведены Испытания Что 17 человек Зашли в Юнибус Даже попрыгали То есть Это фактически Полторы тонны Пол выдержал Все хорошо Это значит Что Действительно Как только Путевая структура Будет смонтирована Так как Электроника Вся уже Подготовлена Система Мотор-колес Подготовлена Все это Поедет Уже В абсолютной Реальности Если сейчас На сегодняшний день У нас Самая крупная Инвестиция Это 330 тысяч Долларов То я могу Сказать Что Не за горами Тот час Когда хлынет Поток Инвестиций На миллионы Долларов И что будет После Демонстрации Движения Если такие Движения Начались Извиняюсь За тавтологию После Инотранс Остается Только догадываться Остается Ждать Ну и естественно Прорабатывать Готовить Почву Потому что Мы вам скажем Одну Интересную Очень дату На расширенном Технико-экономическом Вебинаре На которую Вы сможете Пригласить Действительно Крупных Инвесторов И они Останутся Более чем Удовлетворены Той работой Которая Планируется К реализации На территории Эко-технопарка Но об этом Обо всем По порядку Мы расскажем Непосредственно На расширенном Технико-экономическом Вебинаре Ну а я сейчас Передаю слово Сергею Анатольевичу Сибирякову Тот Кто Более 16 лет Уже развивает Проект Skyway Это человек Который В значительной Степени Повлиял На весь Проект И является Учителем У молодого Поколения Skyway Активистов Те кто Присоединились В 2013 2014 Сергей Анатольевич Вам слово Что-то у меня Сегодня с комнатой Сначала по 20 минут Не впускают А потом Все с большим Большим Тормопожением Работает Так Друзья Как Тамара Приветствую Всех Я тут уже Многих знаю Просто Андрей С Катеринбурга Я друзья Уже многих Просто Знаю И в лицо И по Никам Так сказать Там Андрей Я включил Права Модерирования Чатом Потому что У нас На обеденном Это самое Как всегда Засланцы Появились Там несколько Человек Такие Вроде Не очень Агрессивные Но все-таки Там несколько Человек Пришлось Выбросить С вебинара Поэтому Посмотри Там Если будут Сейчас опять Хулиганить Засланцев То есть Надо Лишать Прав Я не сторонник Отключать Чат Я это И в Перископе Мы не Отключаем Чат Хотя Очень много Всяких Придурков В прямом Смысле Слова Пишут Матами Пишут Ругательствами Пишут Ну это Друзья Интернет Свобода Анонимность Поэтому люди Могут Делать Что Считая Что это Безнаказанно Вот Поэтому Я конечно Как еще Алексей Меня тут Уже Представил Таким Старым И Уже Отжившим Своё Skyway Век Конечно Очень Тяжело Уже Как бы Там После этого Что-то Говорить Но Действительно Друзья Я Слушаю Сейчас Презентации Алексея Которые Каждым Разом Всё Оттачиваются Оттачиваются Поскольку Они Блестяще Идут Вот А мы Как раз Не зря Друзья Взяли Уже Почти Год Вот Эти Презентации Мы Не как Попугаи Рассказываем Одно И тоже Всё Это Оттачивается Каждый Раз Доведение Информации Оттачивается Именно Логика Восприятия И Так как Сейчас Очень Много Презентации На Других Языках Алексеев Свободно Владеет Французским Языком Очень Хорошо Говорит По-английски Поэтому Уже Вот Эта Логика Сейчас Начинает Работать И Как Уже Сказал Алексей После Инотранса После Того Как Мы Представили Именно Мировой Общественности Новую Концепцию Электротранспорта Второго Уровня Конечно С Серьезные Подвижки И По Приглашениям Уже На Презентации На Правительственном Уровне И Контакты С Крупными Инвесторами Сегодня Контакты На Уровне Крупных Корпораций Это Все Друзья Как Раз Результат Того Что Мы С Вами Проделали И Мы Подошли К Очень Важному Этапу Который Сейчас На Наших Глазах Будет Развиваться Просто Стремительно Поэтому Я С Некоторой Долю Даже Зависти Здесь Нельзя Совсем Скать Мы К Этому Стремились Мы К Этому Шли Но Друзья Я Многих Знаю Кто Участвовал В наших Одних Из Первых Вебинаров Мы Вчера С Алексеем Проводили Первый Вебинар Для Русскоязычных Немцев У нас На Вебинаре Было 24 Человека Но Это 24 Лидера Это Крупные Лидеры Которые Выстраивали По Десяткам Тысяч Человек Структурам По Привлекали Десятки Десятки Миллионов Долларов Различный Проект И Сегодня Они Увидели В Skyway Точку Применения Они Сегодня Увидели В Skyway Перспективу Они В Skyway Увидели Сегодня Надежность И Мы Начали Обещать И Знаменательная Такая Цифра Неважная Такая Была Цифра Потому Что Первый Вебинар Который Мы Проводили С Антоном Даровичем Юницким Это Был Февраль Сейчас Скажу Где-то Второй Или Третье Февраля 2014 Года И У нас На Вебинаре Было 23 Человека Поэтому Все Что Больше 23 Человек Это Для Меня Уже Очень Так Значимо То С Засланцы Сейчас Так Что Сейчас Начнут Улигать Но Это Друзья К этому Надо Уже Готовиться Как Говорится Кто Предупрежден Тот Вооружен И С Этими Засланцами Тоже Сейчас Несколько Отличений Такое Сделаю Что Прошел Инотранс Прошла Выставка В Минске Именно По Логистике В сфере Транспорта Был Вице-премьер Был Министр Транспорта И Что Очень Замечательно Был Корреспондент Журнала РЖД Партнерс Это Интернет Издание Оно В структуре РЖД И Человек Сам Приехал Своими Глазами Посмотреть Что Как Происходит Пообщался Я С ним Общался Дарчи Общался Потом Вышла Статья Друзья Вроде Казалось Бы Что РЖД Конкурирующая Структура Которая Нас Сегодня Официально Не признает Потому Что Они Считают Что Если Нет Рельсов То Это Соответственно Не Может Считаться Рельсов Транспорта Казалось Бы Конкуренция На уровне Дальнейших Распределений Рынка Хозяева Которые Но Тем Не Менее Александр Солнцев С Очень Такой Свет Хорошей Фамилии Написал Потрясающую Статью Которая Действительно Все Правдиво Описывает Показывает Все Без Преукрас Без Ничего То То И Эти Засланцы Из Онлайнера Которые Буквально Перед Инотрансом Пытались Очернить Там Они Достигли Определенных Своих Целей И Когда Я На одном Из Вебинаров Официально Мы им Посылали Приглашение Что Вы Засланцы Вы Приходите На Выставку Вы посмотрите Машины Вы постучите Их руками И скажите Что Их Нет Скажите Что Ничего Не Создается Вы Приезжайте В Экотехнопарк На Уже Испытания Ходовые Испытания И скажите Что Этого Нет Нет Друзья Они Даже Этого Не Могут Сделать Они Даже Не Могут Найти В себе Смелость И Сказать Что Мы Посмотрели Может Это Все Рано Упадет Они Засул Свой Язык В Определенной Гадости Это Друзья Абсолютно Нормальное Развитие Сказать Что Это Радует Нет Сказать Что К этому Относиться Можно Спокойно Нет Это Очень Нервирует Дальше Очень Долгое Время Был На Нервах Потому Что Вслед За В чем Вот Этого Рода Всякая Публика Какие Цели Она Преследует Не То Что Надо Очернить И Они Начинают В Людях Психически Неуравновешенные Самые Низменные Чувства И После Стать Небо Лайнеры Очень Много Пошло Комментарий Пошли Письма В прокуратуру В МВД О том Что Юницкого Надо Посадить У Юницкого Надо Все Отобрать Полигон Надо Уничтожить Что В Беларуси Ничего Быть Не Может Что Беларусы Могут Только Сажать Картошку И Никакой Технологии Не Создавать Не Умные Но Играют Они На Чувствах Дебилов И Как раз Эти Дебилы Которые Не В Состоянии Анализировать Что Происходит Не В Состоянии Показывать Или Делать Каких Либо Выводов Они Начинают Делать Делать Какие-то Действия И К Сожалению Пришлось Потом Объясняться С уважаемыми Людьми Что Что Происходит Как Происходит Почему Сегодня Инвесторы Из Экотехнопарк Который Находится В Марьиной Горке Почему Сегодня Эта Технология Везде Представлена Именно Как Белорусское Конструкторское Бюро Почему Базируется Именно Это Друзья Как раз Ответы Тут Алексей Отвечает Будут ли Продемонстрировать Повороты И так далее Разворачиваться Я всегда На такие вопросы Задаю А вы Сами Как думаете Будут Продемонстрированы Повороты Или Юницкий 46 Лет Создавал Только Одну Дорогу В Одну Сторон Одну В Другую Разворачивать Юнибайк И Юнибус Друзья Когда Вы Сами Сначала Подумайте Будут Продемонстрированы Развороты Будут Продемонстрированы Стрелочные Переходы Будет Продемонстрированы Разноуровневые Развязки Если Я вам Скажу Что Нет Конечно Не Будут А Юницкий Построит Одну Трассу И Будет На Весь Мир Это Показывать Ребята Вы Что Смешите Чтобы Задавать Тем более Товарищ Пятый раз Задает Один Тот Вопрос Поэтому Я хочу Задать Вопрос Вы Либо Умственно Не Совсем Понятный Человек Тогда Не Лезьте В Эти Проект А Если Думайте Тогда Думайте Прежде Чем Задавать Вопрос Это Самый Хороший Совет Причем Дружеский Совет Чтобы Не Выглядеть Идиотом Про Которых Я Только Что Рассказывал Потому Что Есть Ребята Искренние Идиоты То Дебилы То Есть Люди Которые Умственно Неполноценные Их К сожалению Очень Много И Особенно В интернете Когда Люди Ничего Другого Кроме Как Что Хаять Или Они Не Умеют Но Есть Люди Которые Их Активно Направляют Вот Это Друзья Опас Опас Троли Троли Так Называемые Умные Статьи И Попытался Сегодня Выдернуть На Разговор Но Наверное Напугал Сказал Тем Что Я Буду Наш Разговор Транслировать В Перископе В прямом Эфире Чтобы Ты Свои Аргументы Разговаривал Не только Мне А я Буду Писать Разговор Но При этом Еще Показывать В Перископе И Так Называемый Умный Тролль Все Так Спрыгнул С Так Поэтому Тоже Друзья Обращение Такое Что Если Найдете Вот Такого Рода Деятелей И Которые Хотят Действительно Выйти В прямой Эфир Которые Могут Выйти В прямую Скажем Так Оппонирование И высказывание Своей точки Зрения Друзья Давайте Приглашайте Я думаю Что Даже На Вебинар Как Небудь Позовем Такого Чтобы Он Аргументированно Что Попытался Высказать Не оголтелы Кричат Что У вас Все Рух Мохнет Или Вы Всех Обманываете Аж Реально Люди Попытались Аргументированно Что-то Делать Но Это Друзья Как Отличение А для Новичков Друзья Вы Наверное Уже Заценили Посмотрели Увидели Что Скайвей Это Действительно Сегодня Явление Скайвей Это Сегодня Активно Развивающийся Наверное Самый Развивающийся Интернет Проект В пространстве Что Сегодня У него Уже Сотни Тысяч Сторонников Уже Порядка Пятиста Тысяч Кто Подписан И Регулярно Получает Информацию Более Ста Тысяч Уже Инвесторов Которые Сегодня Будут Это Проект Который Обсуждается На Уровне Правительств Многих Государств Которые Сегодня Рассматривают Проект Который Сегодня Переходит Стадию Уже От Декларации К Демонстрации И Если Говорить Этапами Развития Проекта То Из 15 Проектов Пройдена Половина Сегодня Буквально Неделю Осталось Завершение Седьмого Этапа Каждый Этап Сопровождается Снижением Венчурной Премии В виде Дискаунтов Которые Выплачивает Компания На Вносимые Инвестиции Соответственно Мы Сегодня Активно Подошли К тому И Здесь Логика Очень Простая Мы Всегда Говорим И Для Новичков Вы Должны Понимать Что У нас Было Разгонное Или Очень Сложное Если Говорить Языком Технологических Укладов Эмбрионное Состояние Развития Технологии Когда Она Развивалась Внутри И То Что Происходило Знали Только Очень Ограниченный Круг Посвященных Людей В основном Это Инженеры И Те Кто Управляет Проектом Сегодня Происходит Стадия Когда Проект Из Эмбрионной Стадии Переходит Уже Стадию Развития Когда Он Станет Очевидным Всем Когда Начнутся Обсуждать Вопросы Применения Этого Проекта Когда Станут Обсуждаться Вопросы Возможности Заложенные В технологии Соответственно Это Выход На Новый Уровень Когда Он Из Стадии Этого Не Может Быть Переходит Стадию Что Это И так Все Понятно Вот Соответственно Эта Стадия Которая Сегодня Наступает Она Характеризуется Уже Другой Доходностью Кто Участвует В Проекте Другими Премиями Которые Сегодня Компания Вознаграждает Тех Кто Входит Она Другими Рисками И Логик Здесь Более И Более Низкие Дисконты И Когда Будет Уже Активная Стадия Инвестирования В Проект Когда Будут Приходить Уже Сотни Миллионов Долларов Естественно Они Будут Приходить Совсем На Другие Дисконты Это Даже Не Десятки И Даже Не Десять Раз Не Один Десять Это Будут Совсем Другие Дисконты И Это Друзья Абсолютно Справедливо Справедливо Для Тех Кто Вошел В Проект И Поддержал Проект И На Основной Работе Этих Ответственность Когда Еще Не Было Конструкторское Бюро А только Декларировалось Юницким Что Я Создавал До Этого Не Раз Конструкторское Бюро И Сейчас Создам Но Я Не Раз Уже Строил Экотехнопарк И Сейчас Построим Мы Создавали Производство Еще Раз Создадим Вот А Сегодня Друзья Уже Та Стадия Когда Созданно Конструкторское Бюро Получена Земля На Развитие Производственной Площадки Своих Мощностей Идет Изготовление Машин Идет Изготовление Путевых Структур Идет Монтаж И Остались Буквально Считанные Дни И Недели Когда Начнутся Ходовые Испытания Это Друзья Уже Будет Такая Жирная Точка В том Что Технологии Есть Естественно Что Как Потом Тут Очень Много Вопросов Как Сейчас Я Не зря Отреагировал На Это А Как Будут Устроены Стрелки А Как Будет Это Порвется Не Порвется А Как У вас Будет На Скорости 100 Потом 200 Потом 300 Потом 400 Потом 500 Потом 800 Потом 1000 И так Далее Друзья Эти Вопросы Будут Постоянные Наши Недоброжелатели Будут Постоянно Говорить Что Ладно Вы Это Сделали А Следующее Не Сделаете Но Друзья Всегда Будет Увеличиваться Как Раз Наша Армия Последователей Сторонников Которые Будут Постоянно Говорить Что Тогда Декларировали И Сделали Значит И Сегодня Декларируют И Сделают И Здесь Как Раз Друзья Нас Можно Обвинять В чем Угодно То Обвинение Сегодня В интернете О Что Мы Фотошопе Рисуем Сегодня Стройку Экотехнопарка Что Сегодня Это Все Выстраивается В финансовую Пирамиду И Не Идет Работа Что Конструкторское Бюро Это Студенты Которые Нанят Для Съемки Там И Так Далее Очень Много Всякого Буды И Берды Идет В интернете Но Друзья Когда Демонстрируется На высочайшем Уровне Мировой Выставки Инотранс В Берлине Машины Когда Эта Выставка И наш Стенд Просто Производит Фурор Когда Правительство Целых Государств Говорит Что Мы Будем Менять Стратегию Развития Транспортной Инфраструктуры Целого Континента Исходя Из этой Технологии Это Друзья Говорит О том Что Такие Доказательные Аргументы Можно Привести Только Реальной Работой И Эта Работа Сделана Эта Работа Сегодня Активно Развивается И это Благодаря Краут Инвестинговой Системе Который Мы С вами Друзья Все Вместе Отстроили Который Мы Сегодня Все Активно Развиваем И Благодаря Которой Сегодня Идет Развитие Проекта Skyway Я думаю Что Ни у Кого Нет Сомнений Что Skyway Вышел На Новый Уровень Ни у Кого Нет Сомнений Что Он Будет Развиваться Дальше При Этом Друзья Мы Постоянно Повторяем И Не Перестанем Повторять В ближайшее Время Что Skyway И Сегодня Это Венчурный Проект Высоковенчурный Причем Стопроцентный Венчур Сегодня Мы Отвечаем Юницкий Как инженер Показывая Ряд Технологических Решений Приоткрывая Ряд Ноу-хау Он Показывает Что Технологии Существуют И Первый Ответ Сейчас Это Изготовление Электромашин Второго Уровня Потом Их Ходовые Испытания Нынешнего И городского И Массажирского Грузового Транспорта Вот Соответственно Потом Будут Открываться И показываться Ряд Других Преимуществ Технологии Skyway Поэтому Это То Что Сегодня В Эко Технопарке Имеет Начало Но Не имеет Конца Соответственно Когда Начинают Спрашивать Когда Эко Технопарк Начмет Работать Я вам Друзья По секрету Могу Сказать Что Эко Технопарк Начал Работать В июне Прошлого Года То есть Когда Началось Строиться Первое Зарождение Когда Начали Высаживаться Фруктовые Сады Когда Действительно Он стал Превращаться В Эко Технопарк И Сегодня Это Образцовое Скажем Такое Хозяйство С точки Зрения Сельского Хозяйства Тысячи Деревьев Газоны Все Очень Аккуратно Подстриженное И очень Аккуратно Выглядит Хотя Год назад Это Танковый Полигон Там Идет Монтаж Пересадочного Узла На 20 Миллионов Пассажиров В год Там Идет Монтаж Путевой Структуры По которой Будет Перевозиться До Миллиона Пассажиров В сутки Скоростной Системой Там Идет Монтаж Путевой Структуры Уже Сегодня Которая Будет Перевозить Сыпучие Грузы До Миллиона Грузов В сутки Это Тоже Друзья То Что будет Со временем Продемонстрировано Показано Не все Сразу И поэтому Идет На Экотехнопарке Будут показаны Десятки Сотни И тысячи Технических Вариантов Будут показаны Тысячи Всевозможных Технических Решений Которые будут Работать В различных Условиях Климатических Условиях Природных Условиях С точки Зрения Выполнения Задач Которые Есть Перевозка Пассажиров В различных Словиях Это все Друзья Будет Продемонстрировано И Окончание Этой Работы Наверное Не будет Никогда Во всяком Случае На ближайшей Обозримой Перспективе В сто лет Это Окончание Иметь Не будет Поэтому Друзья Обычно Мы заканчиваем Для Тех Кто только Входит В проект Что Друзья Вы должны Понять И признать Мысль О том Что За последние 15-20 лет Жизнь Измись Радикально Надо признать То Что За ближайшие 10-15 лет Жизнь Изменится Еще Более Радикально Если Интернет Убрал Границы В информационном Пространстве Если Он Сделал Доступным С точки Зрения Получения Информации Практически Любой Уголов Земли А еще Буквально Несколько Лет И Не останется Ни одного Места Где не Будет Бесплатного Вайфая Над этим Работают Сегодня Крупнейшие Компании То Транснет Изменит Жизнь Более Радикально Еще Более Радикально Это Очень Тяжело Сегодня Друзья Представить Мы будем Шаг За шагом Постепенно Вам Рассказывать Для этого Мы с Алексеем Создали Ассоциацию Международную Ассоциацию Практикующей Футурологии То есть Которую Будет Рассказывать И показывать Что вас Ожидает В ближайшее Время Как Мы будем С вами Строить Свой Быт Как Будет Меняться Окружающее Пространство Вокруг Нас Потому Что Сначала Это Надо Представить Для того Чтобы Потом Туда Двигаться Потому Что Более Радикальные Изменения Чем Внес Смартфон Сегодня Представить Тяжело Но Тем Не Менее Друзья Мы Идем Еще Более Интересный Мир Мы Идем Еще Более Интересные Решения Которые Нас Ожидают И Здесь Я Как Практикующий Футуролог Могу Сказать Что Мне Это Время Нравится Мне Нравится Что Нас Ожидают Я Хочу Чтобы Это Время Пришло Я Хочу Чтобы Технические Решения Которые Сегодня Создается Инженерной Школы Анатолия Орченицкого Как Можно Больше И Быстрее Вошли В наш Мир И Мы Стали Этим Пользоваться Я Хочу Перемещая Сегодня Заниматься Фитнесом Я Хочу Именно Благодаря Развитию Технологической Компании Мы Не Играем Ни В Какие Сложные Политические Вещи Которые От Нас Не Зависит Нет Друзья У Нас Один Девиз Вы Услышали Что Строй Скайвей Спас И Второе Мы Объединяем Мир Поэтому Друзья Кого Эта Информация Удовлетворила И Вы Приняли Решение Больше Не Находиться В Проекте Скайвей С теми Друзья Прощаюсь Это Ваше Право Я думаю Мы Все равно Все Встретимся Хотя бы Как Потребители Технологии Скайвей Соответственно С остальными Как всегда Друзья По традиции У нас Буквально 3-5 минут Перерыв Где мы Покажем Наиболее Интересные Ролики И сюжеты Которые Прошли И дальше Уже Расширенный Технико-экономический Вебинар У нас Есть Сегодня Друзья Очень Много Что Обсудить И Сказать Потому Что Время Спрессовывается Результаты Отверждаются А мы Соответственно С вами Выходим На новую И новую Тут Даже Трудно Сказать Финишную Прямую Или Новые Горизонты Друзья Но Покой Нам Только Снился Все Друзья До встречи Через Несколько Минут Как Олег Любит Обычно Писать Coffee Break Продолжение следует